Всем привет, с вами Мария Лэнд, и сегодня долгожданная вторая часть обзора канцелярии. Тогда вы просили меня, чтобы я как раз сняла обзор скотчей, всяких наклеек, еще украшений, поэтому да, вот она, вторая часть готова, поехали! Кстати, если ты хочешь задать мне какой-нибудь вопрос, обязательно подписывайся на мой профиль в инстаграм, ссылочка будет внизу в описании, потому что там я в истории видео отвечаю прям поименно на вопросы. Так что да, вперед, я тебя жду! Я тут собрала свои уже вам известные коробочки, и первое, с чего я начну, это скотчи. У меня их здесь много, пытаюсь показать каждый поштучно и самый красивый, точно сейчас увидите. Сейчас давайте посмотрим на мои скотчи. Вы, наверное, спросите, где я их покупаю или заказываю. Я их покупаю в совершенно обычных книжных магазинах. Вот, к примеру, вот эта пачка у меня даже не распакована. Видите, черная кружева. Еще у меня есть такая же нераспакованная пачечка. Здесь уже более веселые такие орнаменты. Ну и если говорить еще о нераспакованности и кружевах, то вот, вот еще. Вот еще мои скотчи в коробочке. Я их еще даже не открыла, а вообще я очень люблю перламутровые блестящие скотчи, поэтому, когда вижу в магазинах, их всегда стараюсь купить. Сейчас же я вам покажу, что у меня находится здесь в коробочках, да. Я разложила вот таким вот образом скотчики, и при надобности смотрю, достаю. Сейчас некоторые могу вот так вот перевернуть, чтобы вы увидели орнаменты и узоры. Хорошо бы вообще их отсортировать по цветам, но руки пока что не дошли, но я обязательно это сделаю. Ну и то же самое у меня находится во втором ярусе, и сейчас я его оттуда достану. Так что, да, запасы скотча у меня очень обширные, я очень люблю украшать и декорировать ими личный дневник. Обязательно пишите в комментариях, если у вас есть скотч, сколько и любите ли вы его использовать. Ну что, ребятушки, дальше у меня самая любимая часть это наклейки. Сейчас вам все покажу. Здесь у меня собраны именно такие стразики, потому что я ими часто все делаю, декорирую, украшаю. Если вы посмотрите мои видео, то поймете. И мы переходим к обычным наклейкам. Наклейки все у меня собраны в такой большой папочке. Сейчас вот пролистаю, я их собираю очень давно из разных мест, сейчас даже и не вспомню, какие и откуда. А я пока их показываю, напишите обязательно, любите ли вы наклейки и на какую тему у вас есть. А дальше у меня идут уже наборы, где более 500 наклеек, такие и цветущий сад, и джунгли саванны, и десертное меню. Кстати, насчет наклейки, если вы любите также вклеивать их в личный дневник, как и я, то смотрите видео на моем канале. Там я рисую какую-нибудь локацию, к примеру, ферму или джунгли, и потом тематически наклейки вклеиваю. Даже остров пиратов есть, представляете? И не пауку, даже без мультиков. Дальше у меня идут вырезки, всякие распечатки и какие-то рисуночки. Кстати, к вопросу о распечатках, у меня есть еще всякие такие вырезки из разных журналов, из календарей и просто еще откуда-то мишные собачки. Да, я люблю их коллекционировать. Напишите вы, вы часто вообще используете такую штуку в своем дневнике? И раз мы уже об этом заговорили, хочу показать дополнительные вещи, не совсем для личного дневника, но для скраббукинга точно. Это, к примеру, вот такие вот кружева, я люблю их использовать. Кстати, напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я засняла видео именно с использованием этих элементов, они дешевые и легко доступные всем. Также еще вот имеются такие кружева, я их просто наматываю на обычную белую бумажку, вот они такие. Здесь еще находятся такие вот цветочки кленовые с совушками, взяла их, чтобы декорировать разные открытки. Еще также использую для декора вот такие вот ленточки, у меня здесь розовые оттенки и даже вот черные, сейчас, вот, и голубые цвета. Вот они мои перья, про которые я вам говорила, и мы даже делали урок, если хотите, можете посмотреть, там розовый фламинго. Теперь я вам покажу свою скраб-бумагу. Она у меня есть вот такая, все принты, которые находятся в этом наборчике, вы видите, еще пока ее не использовала. И из этой же гаммы у меня есть синие оттенки. Начатую бумагу я кладу вот в такие вот штуки с зип-замком, чтобы ничего не потерялось. И еще красно-синяя гамма. А дальше я собираю все-все-все открыточки, даже которые мне дарили в 9-10 лет, напишите, если вы делаете так же. Я знаю, многие, наверное, спросят, что за вырезки у меня есть, поэтому я быстренько самые классные вам покажу. Я не знаю, сколько лет им, я вообще редко почему-то ими пользуюсь, я предпочитаю все-таки как-то рисовать, хотя нет, видите, вырезаю. Вот. Всякие единорожки, лошади, я вообще их очень люблю. Когда-то я все это печатала и использовала. В общем, вот такого плана у меня вырезки. Также для украшения дневника у меня есть еще такие вот пайеточки. Я их, правда, тоже редко использую, но, по-моему, как украшение для декора очень классно подходит. А это совсем из давних запасов, наверное, когда мне было лет 13, я вот собирала такие вот так речки, вырезки делала из журналов всякие. Вот, это смешарики, ой, надо же, прям вспомнилось. Если тебе понравилось видео, обязательно ставь лайк, пиши комментарий, конечно, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. А я с вами прощаюсь, ловите момент, была с вами Мария Лэнд, пока!